всем привет дорогие друзья сегодня мы с андреем решили поговорить насущных экономических темах тоже привет от меня перед персональный от него привет вот и первый меня тебе такой вопрос вот я пошел покупать компьютер хотел себе немножко обновиться и в результате засекся на винчестер я посмотрел 75000 винчестер но я хотел там где-то 12 терабайт зайти чтобы хватило на обработку всех данных данных много правильно на будущее и я понял что я не могу себе позволить такой винчестер а причина оказалась банальная некая новая монета если раньше у нас видеокарты пропадали то сейчас винчестер пропали и вот это некая монета че таскать якобы она зеленая таскать не требует много электричества там все хорошо но только винчестеров нет вот ты же тоже вроде сейчас собирался оборудование немножко поменять там всегда обработку до 4k 8k все это увеличивается у меня кстати другое подарили коллеги на день рождения прошлые на 4 терабайта винчестер скоро надо будет будет а флешка 32 таких маленьких это очень интересная система что сейчас происходит в мире такие дикие диспропорции с одной стороны технологии теология очень быстро развивается и спрос не успевает которых к вид бьет по всяким с этих еще возникают всякие новости о том что этот процесс майнинга он портит до экологию и прочее нет и уже на портит винчестера как выясняется это тоже на неделю им понимаешь тут винчестер который нужно купить нужно руку на пульсе держать и лучше сегодня в университете где-нибудь на горбушке там где приносят сломанные компьютеры вот там разбирать их на то что что нужно слушая но я вообще там тем такая вот я опять же мы его смотрели как выступала тесла вводится мы на прошлой неделе значит за биткоин ну точнее прошлом месяце теперь против биткоина теперь якобы он много засоряет атмосферу там выброс это сказать вот много электричества и теперь вот зеленая энергетика мы видим вот вперед я даже видел фотографию сидит человек у него винчестер такой лежит на полянке прямо на зеленой травке там маленькие так сказать пауэрбанк и он прям монет на них они отходят к снайдом пауэрбанк лишь как я так понял что вот после смены парадигмы как бы ушли все вот эти вот смены партии до после выборов в америке на теперь мы видим все зеленые все в этом тоже надо как-то оборону выстраивать одновременно у нас налоговая служба сша послала запрос на крипто бирже чтобы выяснить так сказать кто больше 20 тысяч долларов инвестировал в крипто когда и то есть получается и одновременно выясняется что выкуп за этим самым к хакером который взломали системы по трубопроводу был заплачен в криптовалюте и получается все очень плохо надо что-то противопоставить доброе зеленое хорошее вот я вообще честно говоря сомневаюсь добрая потому что с уже был бою честным отсудили а я думаю что там процессоры говорят тоже очень мощные нужны и памяти много надо то есть это так фундаментальный и кстати это я так понимаю что если люди отражены там в основном так кто пускает ну и скажем там вестерн диджитал на сигарет солнце гейда то есть это понятно это было очень рекламно поддерживаться выход этой монеты там все как бы со знамена вперед это самое денег много было за рекламу плачен так что мне так видится здесь растут какие-то там уж это сказать из кустов даже не сомневаюсь помнишь когда кстати майнинг был я вспоминаю мдм видео когда пошла вот эта тема они вообще просто взвелись таскать в облака ушли акции я думаю что сейчас производителями дисков тоже самое надо покупать надо посмотреть график у нас на яндексе маркете есть замечательные графики стоимости пока всем то есть я когда приду после передачи буду анализировать уже не акции графики цен на эти оборудование но понятно ну ладно это так мы как бы у нас немножко наболело что называется ну а вот у меня вопрос по рынку по поводу нефти что ты думаешь нет стоит как-то попадать не хочет судя по всему но мне кажется что у нас вообще то есть сформировался восходящий канал по нефти все это видят и был такой интересный момент когда вышли данные что потребление нефти в индии упала на 70 процентов нити продуктов и казалось бы можно было извиняюсь нефти медведям завалить нефть и ничего у них не получилось вот а теперь международное агентство энергетики выпустил прогноз где чуть-чуть подрезал спрос но сказала ничего все будет концу года с равно сбалансировано потому что просто предложение не будет успевать за спросом и поэтому исходя из этих прогнозов ну просто ждать падение нефти не представляется возможным то есть я думаю что будет все происходить неожиданно будет светить солнце не быть лохи прогноз и вдруг мы пойдем на 55 видишь коррекция а кто работает на минутку это обвал кто как работает да как кому правильно слушай ну не знаю на кажется нефть так сказать сейчас и саудиты как бы там все они очень так хорошо вот это вот в опеке там рулят квотами вроде как очень все на контроль вот это мне очень настораживает когда все говорили что тут это вот наступает эра сырьевая эра вот это вот мне когда все в одну дуду начинают дудеть становится страшно вообще-то я тоже начинаю замечать что что-то что-то делал что-то не так расклад но нам на мне лично все равно потому что действительно там сходящие каналы мы отрабатывали вершин отрабатывали там по моему 65 с половиной если не ошибаюсь надо прошибать чтобы уйти вниз прошибем нет что нам нам стоит да слушай-ка ну ладно а вот любимая тема твоя по золоту что вот по золоту я так что-то стал разочаровывать ты как всегда покупать покупать вот сейчас нет покупать покупать но там мы все видели дураков нету там 1850 1860 ты где-то понижать на тренд был 1600 по моему ну может быть так примерно и по памяти рисую на подходе к тренду и к тому же в этот день когда прекратился повышение у нас на деле rc показал что локально уже уже шел 1180 локально уже перегрето дураков нету понятно поэтому либо вы пробиваете от понижать на тренд либо ждите нормальную коррекцию по моему сейчас я даже врать не буду 1790 хорошо я то есть я остаюсь патриотом золота вот но я понимаю что принципе если будет медленный рост реже с доходности это убивает золото ну да согласно там в общем-то полить чем сейчас лишь это золото становится уже так вроде как к вид начинает но все привыкли с к видам да в принципе защитная была тема в прошлом году по золоту понятно что это все преддверии по факту к вида да сейчас кстати слышал что опять же возвращаясь это крипто виталик бутырин пожертвовал миллиард долларов на борьбу там да он пожертвовал на его но его прокляли потому что на этом красаве все обвалил это первый был момент роста в который откачал сначала до 26 лет да 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 я пытался с ним связаться чтобы взять интервью но не получилось и с каким-то единомышленникам ну там у меня наверно все эти секретарию закрытым доступ до закрыт был слушай ну а ладно вот ситуация с к видом вот сейчас я так понимаю в как-то очень я смотрел вроде принципе читал даже что все мы уже вошли как бы не в третью пятую волну этом за на самом деле получается что ничего не заканчивается дает все так как я вижу ситуацию смотрите есть страны типа израилья где шат процентов вакцинации нет давайте сделаем так давайте сделаем вид что все вакцины очень хорошие есть страны где шат процентов есть страны где там первую получили патентов 40 30 там сша допустим где-то 40 до но даша а есть развивающийся мир африка где примерно один процент получил поэтому если даже вы поборете где-нибудь в израиле там будет рассадник инкубатор в африке вот то есть нужно пойти как что говорил там гейтс нужно снимать патентные ограничения это же целая бодяга чтобы сколько надо да чтоб привить все население земного шара это же не просто промышленно развитые страны вот к ним по извиняюсь приезжают в эти промышленные страны уборщика помещений стран таска не таких развитых и все это будет заноситься заноситься вот к сожалению слушай а не может ли так случиться что вот этот вот очередная волна да она развивается и превращается ну еще больше чем было или уже ты считаешь что те страны которые там типа вот европа там которые привились там америка так они смогут пережить этот вот следующего хотелось бы салтаться на вирусологов не хотелось бы от своего имени что-то говорит про вирусы вот они как считают если бы быстро удалось прийти массовую вакцинацию чего сейчас не получается то вероятность мутирования в новые вирусов которые не подвластны лекарством было маленькая сейчас из-за этого затягивания вероятность но пусть скоро появится новый вариант там который не смогут взять и не фазер ничего ну понятно в принципе ситуация возможно выход из-под контроля тем более что я слышу что новое вот это вот новый вирус который в индии он на еще более заразный чем тут который англический был и так далее так далее и южно-африканский так далее поэтому мы можем получить вообще такую оба заразу которую не лечит ну в смысле против которой вакцины не работают мы сейчас мы даже глубоко не копаем а если посмотрим даже интервью медиков то глава центра чумакова поливает вакцину вектор вектор поливает все друга поливает и мы даже не потом мы просто знаем что у спутника большие возможности для того чтобы наладить производство там уже по моему 7 реакторов стране да а у чумакова допустим маленькие возможности пока вот поэтому пропагандирует спутник но лучше ли он не уверен не уверен ну понятно тоже но вот ситуация как бы на мой взгляд может сильно выйти из-под контроля потому что смотрю у нас сейчас геополитика начинать я имею ввиду в израиле начинаются какие-то проблемы да там большие ракетные обстрелы уже всего тоже выходит из-под контроля да мы сейчас видим какие-то странные ситуации с азербайджаном российская вот армянские вот эти вот там дела я так начинаю посмотрю все-таки в сторону того что это может спровоцировать некие корректозы на рынках ну по крайней мере нашем рынке я вижу что всегда капсул детонатор детонатор он он незаметен он неожиданно если помнишь была проблема с недвижимостью где же там было по моему садовской аравии а там где вообще никто не ждал вот и в этот момент оттуда коррекция пришла но уж и да это конечно мы черный лебедь мы же не знаем откуда плетит но тем не менее вот эти вот тем более смотрим мы сейчас май месяц да давай то есть вот какие-то начинается геополитика начинается какой-то вирус это 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 правильно с другой стороны мы сидим сейчас компанию не мы смотрим на бирже в графике неужели мы не заметим тот момент когда стандарт 500 пробьет 400 тысяч и свалится повышательного тренда но мы же это все время смотрим и у нас будет не будет времени эвакуироваться я в это не верю если уже пойдут эти звене есть черные свечки так они пойдут от 20 ну да с другой стороны просто надо держать на готове искать весь инструментарий дорадов и если что можно будет зайти ладно хорошо ну спасибо тебе на за информацию вот спасибо за то что ты всегда расскажешь интересные вещи а нашим зрителям ставьте лайки берегите здоровье кстати да не забывайте вакцинироваться вот и кроме того всегда мы рада что-то вам рассказать будьте на связи открывайте у нас депозит